А деньги? За три кружки. Вот дьявол, про деньги-то я и забыл! Немного покопавшись во всемирной сети, я обнаружил, что по мотивам мега популярного романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ» было снято как минимум девять экранизаций, причем разной степени аутентичности. Но нас интересуют две самые известные в нашей стране экранизации «Остров сокровищ». Авторы обоих фильмов преподнесли историю про пиратов совершенно по-разному. Экранизация с Борисом Андреевым вышла немного мрачной и суровой. С другой стороны, фильм с Олегом Борисовым наоборот – это легкая и местами абсурдная комедия, рассчитанная на более юного зрителя. Так как меня уже давно занимал вопрос, кто же лучше справился с ролью Джона Сильвера, я решил создать этот ролик, в котором отобрал несколько фрагментов фильма, где актеры играли примерно одну и ту же сцену и пустил их один за другим. Таким образом, мы легко можем заметить все нюансы исполнения роли матерого пирата нашими актерами. Внимательно смотрим. И не выпьешь ни капли вина до той поры, пока я не скажу тебе нужного слова. Понял, сынок? Понял-то я, понял. Только я спрашиваю, когда, когда. Как можно позже, вот когда. И не выпьешь ни капли вина до тех пор, пока я не скажу тебе нужного слова. Так когда же? Когда ты скажешь это слово, Сильвер? Когда? Как можно позже, вот когда. Кто из вас даст мне руку? Ладно. Через час те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым. Я уйду. Но знайте, что я скоро этот форт подогрею, как бочку пунша. Смейтесь, смейтесь. Еще мгновение, и те из вас, которые останутся в живых, позавидуют мертвым. Не спешите. Если бы вы слушались меня, Испаньола, уже шла бы к бермудам, неся в трюмах все золото флинта. Ну, кто мне мешал? Кто меня торопил? Если бы вы слушались меня, мы бы сейчас плыли на Испаньоле, жрали бы пудинг с изюмом, а золото лежало бы у нас в трюме под ногами. Кто меня торопил? И снова я не могу сделать конкретный выбор. Оба актера показали свою версию Джона Сильвера. Борис Андреев – мрачный, безжалостный пират, способный одним взглядом поставить на место взорвавшегося подчиненного. Глядя на его, Джона Сильвера, понимаешь, почему его боялся сам капитан Флинт. Единственная претензия к игре актера с моей стороны – слишком уж театральный манер исполнения роли. Впрочем, это больше мои тараканы. Джон Сильвер в исполнении Олега Ивановича – веселый и жизнерадостный тип, способный между делом перерезать горло провинившемуся пирату и со смехом продолжить заниматься своими делами. Как по мне, такой Джон Сильвер куда страшнее его более мрачного и прямолинейного визави в исполнении Бориса Андреева. Если подводить общий итог, то я могу сказать лишь одно – оба хороши, причем каждый по-своему. А что думаете вы, уважаемые читатели, кто, по вашему мнению, был более близок к образу Джона Сильвера, описанного в романе «Остров сокровищ»? Олег Борисов или Борис Андреев? Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этом в комментариях. Ну а пока я, как всегда, благодарю за просмотр, ненавязчиво напоминаю про лайк и подписку. На этом все. С вами был Павел, журнал «Советское кино». Смотрите хорошие фильмы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok